до свидания очередной привал двигаемся в ангудай в сторону семинского перевала чекитаманский мы преодолели как вы видели все едем смотрите ребят мы поднимаемся кажется что это вершина всего а сейчас мы будем спускаться вот это видок покупались теперь едем такие свеженькие покушали хорошие настроение хорошее да вот ребят выкупил масло тут лукойл 10 в 40 полусинтетика 220 рублей продавщица спрашивает вам полусинтетику я говорю да нам пофигу любую он как так пофигу я буду вот так наша машина все живет короче говоря проехали больше тысячи кине не больше тысячу километров скушала примерно ну там скушала примерно литра пол-литра где-то масла вот скажите много нет немного потому что ехали мы по горам пускай по горам ехали обороты большие при подъемах поэтому и подкушала чуть-чуть вот сейчас я очищаю щуп это я в дороге показываю как в дороге подливать масло очищаю щуп потому что он забрызганный измеряю хоп замерили смотрите чуть выше нижнего уровня масло чистенькая поэтому чуть выше примерно пол-литра должно войти открываем масло масло я вам скажу если в дороге да и не в дороге тоже подливать в принципе можно любой даже минералку ничего с вашим мотором не случится когда мне как сын говорит тоже подливает а там кто-то из знакомых как так у тебя же полусинтетика ты минералку льешь ничего ребята не случится потому что во-первых объем слишком маленький а во-вторых любое масло любое масло всегда на основе минерального просто там разные добавки это уже его делает или полусинтетикой или синтетикой вот так вот делаем все сколько тут 06 еще можно чуть-чуть подлили закрываем закрываем опять измеряем уровень чтобы убедиться что добавилось масло видите уже чуть больше половинки все нас это устраивает теперь еще можно тысячи километров и пол литра подливать а может и меньше не значит она съела меньше чем пол литра это грамм 300 съела это я так уже как бы придумал все меняйте масло в дороге можно лить абсолютно любое в любое любое ничего не случится она не забродит это я вас уверяю всем отвечаешь отвечая базар отвечаю всем пока четвертый день пути возвращаемся домой чуть едем на семинский перевал только с другой стороны то есть на велосипеде я его форсировал со стороны горноалтайска а теперь со стороны ангудая гора белуха 330 километров и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Очень много велосипедистов Всем доброе...!» А мы теперь наверх поехали, а куда-куда были там, да? Мы решили разведать что-то новенькое. Сейчас круг дадим. Это мост. Мост такой. Мы по нему не ехали, правда же? Вот река Катунь. Все там перегорожены. А ничего я там бежала? Нет, ну что это Катунь? Нет, там бежала вот эта же, Чуя, вот. Которая, приток это? Да. Это Чуя. Ну вот здесь, если нет. Камеры. Здесь нужно ехать очень аккуратно, не превышая скорости. Здесь вон сколько камер. Короче, Юре нравится пышная растительность. А я, честно сказать, уже устала. Время седьмое. Сейчас у нас будет встреча запланированная. Андрей, где у нас будет встреча? Прямо на озере Айе. Природа горного Алтая. Везде красота. И везде очень-очень много отдыхающих. На базах сейчас смотрю. Сегодня суббота. Заполнено прям автомобилями. То есть домики раскупают. Так вот, база среди деревьев. О, пробка. Прокат лошадей. Сплавы. Покажи пробочку. Это еще суббота. Куда люди едут, не пойму. Мы-то понятно. Мы-то доволен. 186-й регион. Это какие-то иностранные номера. Из Германии, наверное, едут в Горный Алтай, да? Оближаемся мы к мосту через Катунь, чтобы свернуть в Алтайский край. Потому что за Катунью Алтайский край. И здесь мы увидели сейчас источник, чтобы набрать воды. Идем за водой. Я не знаю, где вторая. Вторая полная же там стояла. Одна сломанная. Смотрите, все завязано веревочками. Любите природу, соблюдайте чистоту. Осторожно, клещи. Смотрите, ребят, типичный кружный городок, как бы. Это еще и даже небольшой город, какое-то оселение. Пошли. Так, ребята, в нашем полку У была. Видите? Высадили мы внучку Настю в этом. И сыночка. У них тут отдыхает мама. У нас... У нас... У Настина мама. Короче, они тоже остались на базе этой. А мы решили ехать домой. Юра говорит, мы поедем домой. Где здесь остановиться? Остановиться негде. С левой стороны вот все забито. Где можно к Катуне подойти? С правой стороны какой-то борт, горы. Нет, вот тут база отдыха реальная. Тут прям и отдыхающие ходят, передвигаются, и кафешки. Тут не база отдыха, тут база тусовочная. База тусовочная, ну тусовочная база. Вон, сидят все там чай, напитки. Она тут мойка, да, работает. Не знаю. В общем, мы домой едем. Ребят, не знаю, видно вам будет, не видно. Смотрите, такой участок солнечных батарей. Видела здесь. Вон там он. Огромное количество, просто нереально. Я Юре говорю, куда они эту энергию вырабатывают? Куда ее собирают? Обалдеть. Вообще нереально много. Так, тут у нас что? Мивосибирск. И она. Р-256 дорога, да? Да. Наша дорога, мы двигаемся потихоньку, помаленьку, по старперски, короче. Нормально, по всем правилам дорожного движения. Как ты себя чувствуешь, Юрик? Да супер, зубчик немножко подбаливает. А настроение как? Хорошее. Впечатление от поездки тоже замечательное. Вообще, я еще и не успел переварить впечатление. Потому что столько было всего. Вообще классно. Проехали больше тысячи километров. И на каждом километре, можно сказать, какие-то впечатления. Знаете, я это... Варнула в 232. Сейчас высадили Андрея и Настю. Как полсеми, как будто. Настя так плакала, не хотела. Привыкла с нами? Ну, привыкла она у нас уже... Считай, больше пол лета прожила, да? Ну, да. И пообещали ее привезти к нам снова. Завтра, короче. Ну, нам счастливой дороги. Как жаль, что все хорошее быстро заканчивается. Ну, наверное, чтобы следующее хорошее что-то началось, да? Да. Именно так. Когда туда ехали, полные оптимизма, каких-то ярких новых впечатлений. А сейчас просто едем домой. Ну, что, тоже будет у нас яркие впечатления. Все, жизнь продолжается. Что, страшно? Ребята, смотрите, я думала, это туман. И Юра говорит, какой туман? Это небо. Ну, мы вверх поднимались. Лариса уже глюкивает. Да все туманы жду. Там за туманами. А у меня глаза слипаются. Синий туман, похож на бар. До сих пор открыто, смотри. Тоже тусняк еще идет. Ну. Плохо. Ну, потому что дорога, трасса. Да, дорога комната. И вдоль дороги продают молочко, творожок. Проехали мы Биск. Ну, вернее, не проехали. Мы его объезжаем по объездной дороге. Решили мы через Биск не ехать. Поздно уже просто. Драгоценное время не тратить. Биск микрорайон Заречный. Тут тоже, кстати, подастроили прям в этих среди деревьев, в лесочках. Коттеджи. Да, коттеджи. Ну, чистый воздух, наверное, поэтому. Не, наверное, а точно. Счастливо. Сразу загазованности нет. Добираться хуже, конечно, но у всех автомобили. Мы проезжаем по мосту. Через ОПИН. Ну, вот.